Замков в аниме, я даже называть это сейчас, не буду, вы сейчас все поймете, когда... Написано. Да, да, да. Как-ка. Как-ка. Как-ка, в смысле? Работай, работай, компьютер. Вот, поехал. Вот эти вот знаменитые ракеты, которые вылетают в грозди и начинают такую пляску, сумасшедшую вокруг цели. Это отрывок из «Макросфронтир». Вот. И Итана, там история же была какая. До Итана бои в космосе выглядели как, ну, летят два робота. Ну, вот, там, Гриндайзер и Мазингер, да, один другого выстрелил лазером. Лазер такая полетела, линия светящаяся, попала в робота, там взрыв. После Итана, когда он начал рисовать для Гандама вот эти вот поединки с использованием каких-то безумных совершенно вооружений, каких-то ракет с самонаведением, которые пляшут друг вокруг друга, и камера при этом еще облетает все место схватки, все поняли, что это, в общем, круто. И вот это вот немножечко нарезка из этановских отрывков из «Гандама», «Макроса», вот самого старого «Гандама» 79-го года, первый сериал. И сейчас это воспринимается как что-то, ну, само собой разумеющееся. Ну, да, в аниме вот так вот летают ракеты, мы тоже смотрим, там, «Редлайн», да, или, там, «Дедлифс», там, да, уже и «Маиси», и «Койки». Там тоже все это есть, но началось это вот как раз именно с первого сезона «Гандама». Ну, это же идиом. Ну, тут нарезка, да, все. Чтобы не «Макроса», сюда. Немножко «Гандама», немного «Макроса». А, и вот эти взрывчики кружочками, да, тоже этановская фишка. У нас такая получается ракетная лапша. Вот на это все называется «Mistle Circus», то есть «Ракетный цирк». Там мелькнула банка Budweiser, кстати, на экране. Наш ролик идет 10 минут, я думаю, мы весь смотреть не будем. На YouTube есть? Да, есть, конечно. Дискотека. 50 минут. И история как раз вот как возникли вот эти ракеты. Идана, то, что он рассказывал, что он в детстве, он очень любил экспериментировать с пиротехникой. Он садился на велосипед, привязывал к нему фейерверки в большом количестве, поджигал и фигачил с горы. И вот он как раз пытался в гандаме воплотить свои детские отчисления. Эту историю он рассказывает всем буквально. Поэтому, когда люди пытаются какие-то делать трибюты неожиданные, это очень неожиданно выглядит и необычно. Потому что, например, если мы посмотрим кусочек из второго сезона Харки Судзуми, вот когда они... Бесконечный восьмерка. Ну, где же? Где же, где же, где же. Вот когда они там запускают фейерверки, они, по-моему, тут говорят на каком-то языке, похожем на английский. Я забыл, только это это самое важное. Ого, господи. Вот. Но дело не в этом. Дело в том, что здесь аниматоры просто сделали трибют вот этой истории Иданы с велосипедом, потому что здесь сейчас... Ну, увидите. Ну, вот. Юрский блин. Тём каким-то мужицким голосом радским кричит, даже сам Дубляжи. Вот. И если там знакомиться с другими крутыми аниматорами современными, то, конечно, нельзя не упомянуть синего Ахиру. Это человек, который, ну, просто вот если показать одну сцену, все сразу поймут, в чём его крутизна. Да, это из аниматорицы, новеллы, которая называется, там, «История мальчика», «Кидс-стория», по-моему, или «Боис-стория», когда он катается на скейте, вот, по школе. Это вот синяя Ахира. Сейчас я немножечко её отмотаю, когда он за скейт возьмётся. Вот. Это аниматор, который плавит дизайн на персонажей, а на ней полностью расползается. То есть обычно аниматоры стараются придерживаться каких-то рамок, да, которые задаёт дизайнер по персонажам, а здесь просто персонажи плывут, текут, разбрызгиваются и вот сами живут своей жизнью, каждая линия. Ну, аниматорицы, в общем, все видели, но здесь надо сказать, что это не обрисованное видео. Это человек сидел и карандашиком из головы в домовое движение. То есть что-то, конечно, можно подсматривать, но вот такого, чтобы снимать там с камеры, да, и делать там ортоскопирование, или эклер, как называют наши аниматоры, такого нет. Ну, и чтобы понять, что Ахиро, в общем, довольно часто что-то рисует, вот кусочек, который, ну, тоже все знают, это тоже его. Угадайте, какой кусочек из Хорикории. Никто на себя не похож. И еще небольшая нарезочка из ахировских сцен. По-моему, это просто один из крутейших японских аниматоров, которые сейчас работают. То есть они никто не режиссеры, ничего. Они именно специализируются на анимации, на оживлении движения. А, ну, звука у нас, по-моему, в этом ролике нет. Это Windy Tails кусочки. Он вот, как Ахиро работает, он берет реалистичное движение какое-то, и пропорции намного более реалистичные, чем обычно принято в аниме, да, как раз. И стилизует их, подкручивает их так, добавляет драматизма, что получается как раз какой-то сюрреализм, да. При этом оно очень живо все смотрится. И чаще всего он тоже в одиночку делает гигантские сцены. То есть в аниматорице вот этот кусок, он, по-моему, чуть ли не там с двумя ассистентами делал потом, и фазовка там минимальная. Вот у него часто просто дизайн-пассажер распадается вообще. А я, кстати, не помню, что это за... Ну, это не SoulTaker, конечно, нет. А, это что-то кламповское. Что-то по... Цубасу. Цубасу, да. Пуст. Ну, в общем, тут еще будет из Холика кусочек с зайцем. А, ну, Хикенден, конечно. Вот этот вот кусок с зайцем. Эту сцену просто специально сделали длиннее, чтобы дать Ахири порезвиться, что он просто с этим зайцем вообще... Звук вокруг с телефона, да. Вот.